А это внеплановая проверка точек быстрого питания на соблюдение правил пожарной безопасности на пересечении проспекта Чуй и улицы Сюенбаева. Сотрудник госэкотехинспекции начал проверку с наличия огнетушителей, правильной электропроводки, а также газового баллона в помещении. На месте нарушений правил пожарной безопасности не обнаружили. Вот еще одна точка фастфуда. Внутри помещения оказался один углекислотный и два порошковых огнетушителя. Возникнет пожар в области плиты, горючей махты. Мы ее тушим углекислым огнетушителем. Если не потушим, также у нас есть песок. Также помимо этого огнетушителя у нас есть еще два порошковых огнетушителя в рабочем состоянии, непростроченном. При возникновении пожара мы отключаем электрощитовую полностью. У нас оборудование все на электричестве, газовое нет. Отключаем электрощитовую и звоним 101. Однако в ходе рейда не обошлось и без нарушений. Да, у нас есть небольшие недочеты, а именно с установкой газового баллона. Вообще мы заказали на прошлой неделе шкаф для баллона с отверстиями. Ожидаем его в течение двух дней. А так внутри помещения у нас нет нарушений. Два огнетушителя имеется. В этой точке общественного питания мы видим полное отсутствие огнетушителей. Однако, по словам сотрудников, в отдельно отведенном месте, в трех метрах от фастфуда, один огнетушитель все же имеется, но и тут видно, что он под замком. Огнетушитель сразу должны показать. Вот он, это че. Везде бар, в трех склад, так алкогол, да? Да, у нас нет огнетушителя внутри помещения, но ведь есть один снаружи. К следующему рейду мы обязательно подготовим в соответствии со всеми правилами пожарной безопасности. Сегодня проверили 10 точек быстрого питания на соблюдение правил пожарной безопасности. Сегодня мы сделали рейд согласно полученных предписаний. У нас оценка такая. Из 10 пунктов быстрого питания у нас получается 50 на 50. 5 у нас соответствует. Электрическое пищеприготовление, безопасность. 5, как вы видели, даже если они стараются эти 3 пункта выполнить, то металлический ящик либо без отверстий для проветривания, либо он стоит не у глухого простенка стены, либо сверху должен редуктор закрываться, у кого-то редуктор открыли. То есть вот эти 5 не соответствуют. 5 соответствуют. Сейчас ведется работа с пунктами предпитания, где сейчас используют газовые баллоны, о переводе их на электричество, либо альтернативный вариант использования полимерно-композитных газовых баллонов. По Бишкеку подобных точек питания насчитывается около 150. И, как сообщили сотрудники госэкотехинспекции, некоторую часть из них уже удалось перевести на электрическое оборудование. Даяна Джумабекова, Бекджан Туктусунов, Аллато, 24. Бекджан Туктусунов, Аллато, 24.